Баракалавикум Продолжаем чтение главы, в которой говорится глава Глава о том, что является ширком одевать кольцо или же браслет, или же какую-то нить и тому подобное для того, чтобы избавиться от какой-то беды или же предотвратить ее. И мы, Барак-Лауфикум, дошли до слов Всевышнего Аллаха, которые упомянул автор в этой главе. Слова Всевышнего Аллаха Субхан Таля. И если ты их, то есть ты, О Мухаммад, спросишь их, то есть многобожников, кто создал небеса и землю, они говорят, Так сообщи же мне, то есть скажи, так сообщите же мне. То есть Аллах Субхан Таля приказал пророку Мухаммаду Субхан Талям, чтобы он обратился к этим многобожникам, которые признают то, что Создателем небес и земли является один Всевышний Аллах Субхан Таля. Чтобы он им сказал, так сообщите мне о тех, кому вы взываете, или кому вы поклоняетесь помимо Всевышнего Аллаха. Если Аллах пожелает мне чем-то навредить, разве они, те, кому вы поклоняетесь, или те, кому вы взываете, смогут отвратить от меня этот вред? И точно так же, если он захочет оказать мне какую-то милость, те, кому вы взываете, или те, кому вы поклоняетесь, разве могут удержать его милость? «Скажи, достаточно мне Аллаха, и на него одного уповают уповающие». Ученые говорят, Барак Лауфикум, в этом аяте Всевышний Аллах Субхан Таля обращается к многобожникам через то, что они признают, порицая их за то, что они делают. Через то, что они признают, это что? Таухид Рубубия, порицая их за то, что они делают, это ширп в Таухиде Аль-Улюгия. Почему? Потому что Таухид Рубубия требует от тебя Таухида Аль-Улюгия. То есть, если ты признаешь, что Аллах Субхан Анаталья является создателем того, что на небе и на земле, управляющим тем, что находится на небе и на земле, это требует от тебя поклоняться ему одному. И поэтому удивительно ваше положение, этот аят называется, то есть, в этом аяте порицание, инкар. То есть, Аллах приказал пророку, салаллаху, алейхи вассаляма, задать им вопрос, и в этом вопросе инкар, порицание. Так как же вы, признавая, что Аллах является создателем небес и земли, поклоняйтесь тем, кто не может отвратить вреда, если пожелает Всевышний Аллах кому-то вреда, и не может удержать милость, если Всевышний Аллах пожелает кому-то милости. Автор да смилуется над ним, Аллах говорит. То есть, в этом аяте, получается, их поступки противоречат их убеждениям. Их поступки противоречат их убеждениям. Автор говорит, и это удивительно, и это удивительно в аракулуфикум. Автор говорит, вопрос задает. То есть, расскажи, каков смысл этого аята. И на что указывает этот аят? Джаваб, и сам же шейх отвечает. Смысл аята таков, что эти божества, которым вы взываете, или которым вы поклоняетесь, помимо Всевышнего Аллаха, ничего не могут. Они немощны, не могут предотвратить вреда, если Всевышний Аллах пожелал что-то сделать со своим рабом. И не могут удержать милости, которую он посылает своим рабам, потому что все это принадлежит только одному Всевышнему Аллаху. Ва-Ваджу-Диляляти иминаль-Ая, лицо доводом в этом аяте является, что шейх говорит, анна-гуляфарка, то есть почему автор привел этот аят в этой главе, в которой говорилось про то, что ширком является одевать кольца, или одевать браслеты, или какие-то нити для того, чтобы предотвратить какой-то вред, или же избавиться от него. То, что нету разницы между убеждением многобожников, которые связали свои сердца с идолами, или же убеждениями, которые связали люди с нитками, с ракушками, с подковами, с травами и так далее, и тому подобное, о чем мы говорили на прошлом уроке. И тому подобным вещами, которые делают невежественные люди, потому что все это является ложным. Потому что только один Всевышний, Аллаху спонталя, может причинить вред, или же принести какую-то пользу. И мало братья этого, в этом аяте сказано о том, что есть и те, кому поклоняются многобожники. А кому поклоняются многобожники? Идолы, ну помимо идолов, ангелам, пророкам, праведникам, угодникам. И эти, то есть создания, живые, то есть такие как ангелы, как Джибриль, кто-то поклоняется Джибрилю, или же, допустим, пророки, или же, допустим, какие-то святые угодники и так далее, не могут принести им никакой пользы или отгадить вреда сами по себе. То что говорить о каких-то неживых предметах, как мы сказали, нитки, кольца, браслеты, ракушки и так далее. И тому подобное. Аллаху аля.